Здравствуйте, дорогие читатели! Международный день музеев – ежегодный праздник, отмечаемый 18 мая. Он начал праздноваться с 1977 года. В настоящее время Международный день музеев празднуют не только профессионалы своего дела, работники выставок, смотрители, реставраторы, экскурсоводы, но и также все ценители искусства. И отдел литературы по искусству представляет вашему вниманию выставку книг «Жемчужины искусства в музеях мира». История возникновения художественных музеев восходит к древности. Слово «музей» происходит от греческого «мусион», что означает «храм Мус». Первый прототип музея был создан в Александрии Птолемеем I приблизительно в 290 году до н.э. Систематическое коллекционирование предметов искусства начинается в эпоху Возрождения. Именно в этот период зарождается современный облик художественного музея. История создания старейших музеев, таких как Лувр, Уфицы, Прата и других, восходит к XVI веку. В XVIII веке публичные музеи становятся неотъемлемой частью общественной жизни. Лувр – один из самых больших и знаменитых музеев мира. Коллекция произведений искусства, собирать которую начал Карл V, была впервые представлена широкой публике в 1793 году. Сегодня в Лувре хранится и выставляется около 300 тысяч экспонатов, среди которых множество всемирно известных шедевров. Жемчужина музея – это, несомненно, Мона Лиза Леонардо да Винчи, известная также как Джоконда. Прошло больше 500 лет с тех пор, как художник приступил к работе над Джокондой. А она все еще не перестает быть самым знаменитым и притягательным портретом всех времен и народов. Музей Эрсе в Париже является одним из самых посещаемых в мире. Каждый день в его залах бывают сотни туристов, мечтающих увидеть шедевры самых знаменитых художников. Клода Моне, Эдгара Дега, Ренуара, Винсента Ван Гога, Жоржа Сюра, Поля Гогена, Анри де Тулус Латрека, Камиля Писара, Анри Матиса. Создание этого музея стало значительным событием в культурной жизни Франции. Здание вокзала Эрсе было построено архитектором Виктором Лалу к всемирной выставке 1900 года. А в 1986 году один из крупнейших вокзалов Парижа открылся как музей. Музей Эрсе – это не только богатейшая коллекция импрессионистов и постимпрессионистов. В нем также представлены работы и всемирно известных представителей других живописных направлений. В десятку главных музеев мира входит Метрополитен-музей в Нью-Йорке. Музей был основан в 1870 году. В отличие от европейских музеев, собрание Метрополитена формировалось сначала за счет даров и пожертвований отдельных граждан. Дарители – это богатые промышленники, финансисты, политики, а также коллекционеры. Так известный собиратель Альфред Стиглиц подарил музею более 200 картин и рисунков Матисса, Пикассо, Кандинского и других модернистов. Всего собрание музея насчитывает около 2 миллионов экспонатов. Музею принадлежат большое количество картин Клода Моне и Поля Сезана. Шедевры Рембрандта, Вермеера, Боттичелли, Дюрера, Шардена, Веласкеса, Рубенса, Караваджа, Эль Грека и Гои. В собрании скульптуры особенно выделяются творения Бернини, Родена, Майоля и Гудона. Государственный музей искусств имени Костеева – это важный культурный центр в Республике Казахстан. Формирование коллекции музея было положено в 1935 году, а с 1984 года он носит имя народного художника Казахстана Абулхана Костеева. В музее хранятся уникальные экспонаты декоративно-прикладного и изобразительного искусства Казахстана. Здесь можно увидеть известные картины Абулхана Костеева, Младахмета Кенбаева, Исмаилова, Ходжикова, Калмыкова, Эйферта, Сидоркина и многих других художников. В коллекции музея находятся работы таких крупных мастеров русского искусства, как Брюлов, Тропинин, Айвазовский, Воснецов, Репин, Крамской, Саврасов, Шишкин, Левитан, Петров, Водкин. Самая большая коллекция западноевропейского искусства XVI-XIX веков включает подлинные произведения художников Италии, Франции, Голландии, Фландрии, Германии, Англии и Австрии. Сегодня вы увидели книги о четырёх известных музеях мира. Каждый из них по-своему неповторим. Каждый хранит и делает доступными для людей уникальные произведения искусства. Эти и многие другие книги о музеях находятся в фондах отдела литературы по искусству нашей библиотеки. И они могут стать для вас верными проводниками в мире музеев.